welcome присоединяйтесь в вайкра телеграм и будем учить тору привлекать свет привлекать божественности и так заканчивается неделя у нас до очень яркая мощная сильная неделя заканчивается значит мы сегодня приближаемся к шаббату остановка будем смотреть как же всевышний управляет миром вот многие люди они переживают они переживают по разным причинам есть люди по по любой причине переживают есть люди которые вообще там переживают за какие-то вещи которых вообще не касается например значит а есть люди которые не переживают они полагаются на всевышнего говорят даст бог день такая сужение понятно простая фраза даст бог день даст бог пищи правильно очень интересная вчера прочитал и разместил даже себя фейсбуке информацию такую я спросил у джи пяти чата раньше спрашивали утопали у ясеня сейчас у джи пяти чата я спросил у него скажи пожалуйста джи пяти чат насколько увеличилась продолжительность жизни за последние сто лет и он не выдал такую цифру очень интересная 1900 году средняя продолжительность жизни было 32 года человек который рождался у него он рассчитывал максимум ну не максимум он может максимум рассчитывал жили были долгожители всегда но в среднем он рассчитывал прожить 32 года 1950 году среди продолжительность жизни было 46 лет сегодня в мире среди продолжительность жизни 77 некоторых странах больше в некоторых чуть меньше но больше чем в два раза увеличилась среди продолжительность жизни можете себе представить насколько все стало по-другому в мире можно сказать было бы что люди довольны потому что жизнь это самая большая ценность и человек который живет дополнительно 50 лет получила от всевышнего до относительно 32 лет сто лет назад он должен на все 50 лет дополнительных каждый день просыпаться и говорить спасибо всевышнего за подарок спасибо за такой огромный невероятный подарок я бы я живу вообще сто лет назад я уже где-то там от гриппа какого-нибудь от там поцарапался гангрена я бы этого же все меня бы не было тут я 50 лет дополнительно хуже живу но что интересно с каждым годом растет сейчас количество тревожных расстройств заболеваний и так далее что случилось люди вместо того чтобы радоваться благодарить любить они остаются в ментальном своем как бы состоянии таком же как тогда но если раньше не до 32 лет они выживали реально вся жизнь была выжить там в пять лет отправили ребенка на работу сто лет назад в англии детский труд был там вообще 5-6 лет дети на фабриках уже там работали уже все равно умирает так они его отправляли быстрее ничего кушать он что так умрет что так умрет так так будет успеет на фабрике нам сделать что-нибудь то есть была у жуткая жизнь но люди а всевышний дает все больше лучше больше лучше а людям вместо того чтобы поменять мышление они остаются все 50 лет они боятся и ждут какой-то засады то есть они вот эти все 50 лет дополнительных которые сейчас люди получили да относительно 30 лет сто лет назад 30 лет средней продолжительной жизни люди все 50 лет боятся боятся и ждут подставы ну это неправильно хорошо друзья а мы значит с вами понимаем что всевышний нам дал дополнительные годы по своей доброте чтобы успели за это время раскаяться вернуться к своей духовной божественной сущности и он нам рассказал вот сейчас мы изучаем как делать раскаяние мы сейчас изучаем он пишет что для того чтобы раскаяться нужно принять во внимание 7 вещей вот мы уже три изучили да правда не запомнили но изучили ничего значит много есть за что раскаиваться то есть это не то что там только за серьезное преступление и все есть очень много преступлений которые кажутся не такими серьезными помните мы говорили в чем большой вред злоязычия это вроде бы ты ничего не убил не украл не ограбил не изнасиловал никого до злоязычия всего лишь сказал гадости про кого-то и причем правду сказал просто сплетни передал чтобы кого-то попозорить чем большая проблема я сегодня кратчал в книге тания в книге тания вот сегодняшний отрывок как раз тоже прошу про раскаяния он говорит так что если взять 613 заповедей он дает метафору что каждая заповедь это к божественным светом теперь когда чек какие-то заповеди нарушает или же не выполняет то у него этих веревочек ну грубо говоря 613 каналов по которым идет божественный свет и заповеди которые человек нарушает или не выполняют у него по этим каналам не идет божественный свет он говорит но казалось бы ладно чек нарушил какой-то сделал грех он нашу порвал веревку нету веревки он говорит не он и не порвал он все время ее как бы дергает и ухудшает свою ситуацию то есть когда он у него такую метафору из пророков да что когда человек нарушает какую-то заповедь например вошел на раз злоязычие то у него это похоже на тучу которую он заслоняет от себя божественный свет то есть когда человек нарушает какие-то даже простые маленькие заповеди но он создает как тучи которые его перекрывают перекрывают значит перекрывают ему вот это связь с божественным светом связи в души для того чтобы очиститься он советует нам первое это изучать потому что большинство людей понятия не имеют что вы что очень такое злоязычие что нельзя сказать там какую-то гадость человек если это правда ничего не рассказать именно сейчас такое расскажу где вчера там рассказал кто то про кого-то я вам только без передачи давай а есть которые это троше в курсе не говорят так без злоязычия выдава только без зла язычая ну ты понимаешь значит о ком я говорю типа он если сказал ты понимаешь я ком я говорю да не назвал это как будто бы он не сказал сейчас я я такое расскажу что и пошел значит пойдет или другой говорит уже расскажи мне там нашу как дела а это что там а то то есть иногда чем прям вытаскивает из другого это злоязычие значит первое надо узнать узнать первое надо что из преступления что не преступления второе он говорит нам нужно для того чтобы раскаяться нужно понять насколько все таки если обычный царь вот например чек сказал что-то плохое там про обычного значит такого даже не царя а просто про какого-нибудь там бандита да и он сказал я помню еще в школе учился я пошел заниматься каратэ там я был тогда еще где-то в пятом классе может быть да я одну тренировку по карате я как бы прошел и собрал своих там два-три мне было приятеля и говорю все я сейчас уже скоро буду каратист через три месяца а там был один такой хулиган гроза вообще всей школы он всех маленьких детей сбивал такой прям он был второгодний такой прям дал очень страшный человек но на то время он для меня был может самый страшный я говорю ничего я сейчас каратэ позанимаюсь ну тогда там фильм про брюслин уже видел представлял уже что я скоро буду как брюслин я говорю я его через три месяца просто и забью значит потому что я буду сильнее чем он ровно на следующей перемене и вот этот вот бандит которая которая сказал что его и забью идет прямо мы на школьном стадионе идет ко мне со своими там приспешниками идет меня бить почему ему передали ему я сказал своим приятелям те сказали приятелям те сказали приятелям приятели и потом кто-то из них пошел сказал ему и значит и он пришел меня бить вот такая была я домой тогда пришел у меня было такое лицо очень я в этой ситуации кстати это есть в торе я не знал тогда что это закон истории 6 кто-то идет убивать тебя встань убей его первым есть такой закон и это абсолютно прямо в торе написано вот многие спрашивают а это правильно а это неправильно можно на вторую щеку поставить а вот как поступить если на тебя нападают в торе если кто-то идет убивать убей его первым если кто-то кого-то хочет убить ты должен спасая жизнь вот этого которого убивают можешь убить убийцу если убийца уже убил всевышний в торе прямо говорить убийцу даже если он придет за жертвенник мой будет держаться кричать бог милости вы и вы пожалеете бог говорит в одни они говорите если вы убийцу не пожалеете тогда вам всем будет капец потому что вы как бы он сказал так что если вы пренебрегаете жизнью как тогда на что вы рассчитываете сами поэтому поэтому вот понятия когда человек пытается понять что такое добро что такое слово есть букс создатель мира творец он сказал это добро это зло все надо надо выучить то есть не надо вместо бога там придумывает это добро это зло так можно так нельзя но что интересно что интересно значит здесь он приводит нам почему надо раскаяться потому что если ты даже бандита какого-то там затронул обидел то есть за это отдача если ты нарушаешь приказы царя царей приказы бога то кто может рассчитывать что не будет отдачи 3 3 вот то что нас побуждать должно раскаяться он нам дает такие как лайфхаки инструменты 5 до 1000 лет назад не написано тому кто совершил преступление следует до глубины сердца знать и верить что за совершенное преступление ему полагается возмездие и наказание если он не будет этого знать то никогда не позаботиться о раскаянии а только уясни в себе наказание он раскается и будет просить всевышнего прощения как говорил царь давид царь давид который бога любил бог любил его он на всю жизнь посвятил богу да но как он говорил сама 119 псалом 120 отрывок он говорил так волосы мои встали дыбом от страха перед тобой и твоего суда боюсь я царь давид он но сзади как можно любить электричество очень сильно для реально я люблю электричество обожаю просто электричество это на свет чтобы что делали без электричества поэтому всевышним мы его любим он любит нас но но закон надо соблюдать при всем любви ко всевышним закон надо соблюдать и надо бояться потому что если особенно раньше как было раньше человек он знал ему 32 года средняя продолжительной жизни было сто лет назад начал понимает что там ему например этому человеку 20 он думает ну вокруг смотрит у него уже там школы то не было то есть все вспол его там деревне в каждой семье 50 процентов было детская уже смертность до 5 лет не доживали 50 процентов то есть он смотрит думает все тут у него 50 процентов на улице там вообще всех вокруг смотрит одни 30 лет приходят уже там 35 лет 40 это уже старик да помните была книга 12 судов золотой теленок так бэдер было 26 лет всего это вообще как бы студент а киса воробьянина в который был там в глубоке старик ему было по моему там 38 он считался старик уже 38 это 27 года не написали книгу значит там был еще персонаж какой его теща клавдия там какая-то была клавдия которая чего начинается 12 улев когда она умерла ей было там 50 лет что такое то есть было реально в пятидесятом году 46 лет средняя продолжительной жизни это же удивительно речь то время человек который боялся бога он реально боялся он понимал что вся его ну вот или на говори что 300 лет жили не знаю откуда такие сведения про 300 лет чад же пяти такой они не знают да то есть был фильм формула любви там этот граф колесра говорит мне там а значит столько-то лет ну там две тысячи лет а ему этот врач чтобы он говорит знаю знаю у нас в губернии тоже были такие были у нас статьи в губернии тоже значит писай в паспорте чернила экономил как он вместо писать 1900 там первого года рождения он писал первого года рождения или второго года рождения и третьего так говорит у нас было у всех тут было 1900 лет так вот есть официальная статистика да теперь значит вот спрашивает даниэль буланинка почему яков не убил и сава когда тот шел его убить первым когда и сообщал его убить то яков приготовился к трем вещам к войне молился всевышнему и послал ему подарки он хотел избежать войны потому что написано испугался яков что убьют его и стало ему больно что придется ему убить в любом случае даже если ты убиваешь законным методом то это не слишком приятно и не слишком хорошая вещь да поэтому он хотел значит яков он готов был к войне но он не почему он первым не послал убить и сава знаю что и сам тут знание вот когда я сам вышел к нему навстречу убивать это уже было явно но в итоге то мы видим смотрите чем закончилась учеб не может предсказать будущее не как даже из этой истории мы видим потому что и сам чтобы его убивать в итоге обнял поцеловал помирились да то есть даже вот по этой истории мы видим что никогда не известно что будет дальше никак ты не можешь знать что будет дальше поэтому на кого полагаться только на всевышнего четвертое тому кто совершил преступление следует знать что все преступления совершенные им за свою жизнь большие маленькие плохие мысли вся пустая болтовня все это записано на небе значит раньше говорили в книге тут так и написано это книга написано тысячи лет назад написано все записано как книги видите не написано как что там есть книга как книги нету забывания перед всевышним все у него сохранено и многие думают что поскольку всевышний откладывает возмездие за преступления то значит они будут забыты и не придется отвечать за них написано в кэлите в экклезиасте до 8 глава 11 отрывок из-за того что судно злыми делами совершается не скоро сердца людские полны злых замыслов то есть люди из-за того что они видят ну например убили преступника главного там россии дед хасан его звали его убили там ему 70 лет было ну и преступники думают ну нормально до 70 лет еще успею по по преступничать да и вот они идут значит банк грабить если бы они знали что банк ограбил сразу на месте убить они бы не шли но зачем идти банка грабить чтоб тебя сразу убили нет они думают не я граблю деньги заберу на деньги куплю наркотиков наркотиками уколюсь ну а потом что будет то будет примерно такой вот мысли у преступников но если бы они точно знали что за преступление сразу же наказание никто бы не шел потому что какой смысл ты идешь банк ограбил и сразу тебя убили но смысл поэтому вот здесь говорил цех сам он в экклезиасте из-за того что судно злыми делами совершается не скоро отложен сердца людские полны злых замыслов люди замышляют сделать что-то плохого потому что они не видят прямую связь между преступлением и наказание теперь но он нам говорит если ты это поймешь осознаешь то тогда ты естественно будешь скорее у тебя есть возможность очиститься есть возможность раскаяться и убрать себя это наказание тоже будет откладывать раскаяние никто пятое он говорит так следует точно знать что раскаяние есть полное излечение избавления от совершенных преступлений потому что если больной не верит что лекарство которое ему дают его вылечит тогда он не будет принимать это лекарство но если он знает точно что это лекарство его вылечит тогда он естественно будет стараться его принимать поэтому тот кто верит и тот узнает пользу раскаяния он естественно не будет откладывать, а он, значит, начнет сразу раскаиваться по полной, для того, чтобы, вот человек знает, что ему там не дай бог, через там месяц какой-то у него будет проблема. И ему говорят, смотри, ты если сейчас начнешь прям сегодня профилактика заниматься этой проблемой, тебе что всего нужно? Искренне сожалеть об этом, да, тебе нужно сожалеть о том, что ты делал, это раз. Второе, тебе нужно принять решение больше этого не делать и сказать об этом вслух, то есть сказать Всевышний, значит, я действительно искренне сожалею, я больше так делать не хочу, вообще не буду, пожалуйста, помоги мне в этом. Тут нужно еще попросить у Всевышнего помощи, потому что, почему человек грешит? Потому что у него есть внутри вот это вот желание, которое у него есть, потому что Всевышний так сделал, что он все грехи как бы намазал вареньем таким, да, намазал вареньем, чтобы казалось, что они приятные, то есть ЕЦРАРА, вот это вот злое начало, оно, значит, человеку дает вот все вот эти вот картинки, там, оно его инстинкты, все преступления, они построены на инстинктивном каком-то влечении. Я вспоминаю, как такая история, что однажды в одном купе ехали мужчина и женщина, и эта женщина, мужчина этот, он на эту женщину, что-то у него гормоны какие-то видно, не знаю что, а он женат был, и она жената, не дай бог, так делать нельзя. Говорить ей, вот вы знаете, там, ну, начали ей там всякие истории рассказывать, все, он говорит, вот моя жена, наверное, она тоже, может быть, там, супружеская неверность, у него такая-то, женщина эта, чтобы себя успокоить, а может, и мой муж тоже, я вот давно дома не была. В общем, они, значит, совершили вот этот грех преступления, самокупились. После этого, ну, а что это там? А он, мужчина этот, давно жену не видел, все это там заняло секунду. Она такая удивилась, она же хотела с ним, ну, как бы отношений больше. И она говорит, вот я как подумаю, чем мой муж сейчас занимается, я бы мстила и мстила. А он уже, ну, этот мужчина засыпает, говорит, не, а я, говорит, думаю, что моя все-таки, я свое простил, я свое мстить не хочу больше, да. То есть, что имеется в виду? Что когда вот этот вот инстинкт и гормоны, они человека совращают, он по себе представляет, это все будет там вообще такая любовь, там все, люди бросают семьи, куда-то едут, любовь, все. Проходит месяц-два, где любовь, никакой любви, конфликты, скандалы, разводы, бывают люди по два, по три раза разводятся. Понятно, да, идея? Что ецарара, вот этот инстинкт, он через гормоны, он человека соблазняет. Сатан, это интеллектуальная, идеология, которая дает оправдание греху, и человек дальше, совершая грех, написано в том, что злое начало, вот это животное начало, сатан и ангел смерти, это одна и та же сущность духовная, да, которую Всевышний, вы можете спросить, а зачем Всевышний этого змея сделал? Это как раз вот этот змей, а психологи сейчас называют инстинктивный мозг, который управляют инстинктами, называют его рептильный мозг, то есть внутри у человека есть вот этот инстинкт, и это рептильный мозг, змеиный мозг, змея внутри сидит. Сатан, это идеология, которая оправдывает инстинкты, да, которые дают оправдание, там, ну и что, ну мужчина с мужчиной, ну какая разница, мол, любят они друг друга, это ж такая любовь, такая любовь, вот посмотри, они так за ручки, наконец-то они встретили друг друга, да, такая любовь, и главное, свадьбу играют, вот они, вот им обязательно надо, чтобы обязательно это было, стоит два мужика, значит, в костюмах, и значит, кто из них невеста, кто, нету парад гордости, мы докажем, что это нормально, да, это же не нормально, но это как, есть день, есть ночь, нет, мы теперь называем день ночью, ночь днем, да, и именно вот мы это назовем, обязательно парад гордости, а не парад, в Торе это называется мерзость, да, Таова, для Всевышнего это мерзость, а мы назваем это гордость, это любовь, что мы отсюда видим, мы видим здесь, что все, из-за того, что Всевышний добрый, и он откладывает между преступлением, и наказанием, люди думают, что их преступления будут, значит, стерты, и поэтому они откладывают раскаяние, нет, говорит автор книги, не откладывай, раскаивайся сейчас, пятое, следует подлинно знать, что раскаяние есть полное излечение, это мы уже прошли, полное излечение, то есть тот, кто в это верит, он естественно сразу же начнет раскаиваться, я очень люблю раскаиваться в Йом-Кипур, да, в Йом-Кипур мы раскаиваемся, это специальный день, называется день искупления, когда не ешь, не пьешь, 24 часа, этот день посвящен раскаянию, это происходит каждый год, это как бы такая химчистка для души, и можно раскаяться, вот мне, кстати, надо спросить, у кого-то есть такие потравлинов, разные мнения на этот счет, наверное, есть, я даже наберу, вот любая, вскоре вы спрошу, да, есть искусственная интеллект с его ответами, может ли человек оптом раскаяться, вот, например, возьмем там Анна Ренгус, и она думает, что буду все вспоминать, вот это мне все, я, значит, оптом раскаиваюсь, и говорю, что все, что я делал до сих пор, я в этом раскаиваюсь, кроме хороших дел, да, это интересно, что нужно обязательно это сказать, раскаяние стирает и хорошее дело, все, что я делал в прошлом плохого, я раскаиваюсь кардинально, однозначно во всем, что противоречит Торе, все, что я делал хорошего, хочу это сохранить и усилить, и с сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь, под новым именем, была я Анна Ренгус, стала я Хана, Анна это как Хана, да, как-то можно и имя взять, какое-то более, такое вот религиозное, сильно, да, и все, я новый человек, я точно знаю, что написано так, что когда человек, например, проходит Ди-Юр, да, когда он, он становится новой личностью, то есть он заново, душа его присоединяется ко Всевышнему, как бы новый чистый канал, он получает новую чистую душу, это тот, кто проходит Ди-Юр. Тот, кто женится, удивительная вещь, что тот, кто женится или выходит замуж, то в момент, когда они соединяются под хупой, да, то есть если это именно они под хупой, соединяются двое, они соединяются в новую какую-то сущность, и им прощаются старые грехи, то есть вот под хупой, поэтому все стараются просить благословения у жениха с невестой, в момент, когда им производят вот это вот свадебное, как сказать, благословение, семь благословений, он ей говорит, этим ты посвящаешься мне, они там, целая идет система определенная, оп, они соединяются в новую сущность на небе, и им прощаются все грехи, и просят тут же идет толпа, благослови те, кто там не замужем, хотят жениться, те, кто там, ну, без детей и так далее, но в этот момент они как большие праведники, то есть человек получает, как бы, очищение, или когда он раскаялся, но вот этот процесс, как раскаяться точно, по-настоящему, это непростой процесс, когда он проходит дьюр, если он был не еврей, стал евреем, это его вообще новый статус, духовный, и когда женится мужчина и женщина, и они соединяются в одно целое, это тоже две новых сущности, все, дорогие друзья, шаббат шалом, и говорят, что тот, кто проходит шаббат полностью, это тоже очень сильно очищает, это как миква, как очищение, это как тоже такой сброс программ всех, и окунение в микву, это сброс программ, да, шаббат шалом, чтобы вот нам этот шаббат принес полное духовное очищение, физическое очищение, все виды очищения, чтобы мы удостоились после шаббата, получить у Всевышнего все, что нам надо, и долголетие, хотя он нам уже удвоил, за последние сто лет жизнь нам удвоил, но чтобы еще удвоил, если человек остался, хочет 200, нам мало, значит нам надо, и еще, и еще, чтобы дал нам больше комфорта, свет, газ, телефон, вода, чтобы было обязательно, и чтобы дал нам мир, самое главное, чтобы дал мир, потому что без мира все это ничего не стоит, чтобы был шалом, шалом в душе, шалом вокруг нас, в семье, в отношениях, и шалом, самое главное, шалом в мире, потому что это, конечно, вот эти войны уже, всем, я думаю, надоели, никому не нужны войны, я думаю, ни одному нормальному человеку, кроме каких-то маньяков, которые в свое эго качают, и кричат, именно они бьются за свои какие-то величия, да, то есть, войны делают люди, которые у власти, простому народу войны не нужны, люди очень сейчас хорошо живут, и жили бы, наслаждались бы, радовались, такого, такого комфорта, как есть сейчас, нет нигде, за всю историю не было, поэтому, молимся за мир, вот мы молились за мир, кстати, сейчас скоро шалом наступит, вот, я вам точно говорю, я думаю, что до, как раз вот будет ключевой момент, это Роша Шана, это Новый год, да, это будет вот октябрь месяц, мы должны к нему подойти, прям сильно-сильно молиться, каждого поступки и молитвы, они перекачивают мир в сторону добра, поэтому мы должны усилиться, да, вот прям конкретно усилиться, чтобы все молились о мире, и тогда в Роша Шана Всевышний скажет, хорошо, потом наступает емкий пур очищения грехов, и потом Сухот будем праздноваться, будем праздновать Сухот в шатрах, в шалашах, будем, значит, праздновать, танцевать мир во всем мире, потому что я вот уверен, что война закончится к Сухотову, все войны закончатся, всех злодеев уничтожат, добрые люди останутся, и все будет хорошо, все, шаббат шалом, счастливо.